Сегодня у Гомеля открыта обновленная областная дошка Гонару. На специальных плитах назвы 47 районов, предприемств и организаций, которые за прошлый год досягнули наибольшезнашных выников. На урожистостях побывал Олег Синтеров. Это уже традиция на початку мая вызначать лепших и заносить их назвы на областную дошку Гонару. Все это переможцы вызначали в 47 номинациях. Лепшие районы Речески, Будокожалевске и Петриковске. Образами Брагинщина, якая вызначалась в экономии ресурсов, в уголе для того, как трапить на дошку Гонару, необходимо иметь реальное досягнение. В минулом году в Институте лесу Национальной Академии Наук, дякуючи укранению новых технологий, первыми в свете расшифровали геном четырех лесных рослин. Теперь практики смогут выросшивать не просто древы, а заправдывать каштонную сыровину для промысловости с необходными якостями. Ольха, ясень, граб, клён – это очень большое достижение, потому что это всё сделано впервые в мире, никто до нас этого не делал, такой расшифровки. Ну, сосна ели, это, конечно, шведы первые расшифровали, но мы в этих породах тоже. Что это даёт? Это даёт то, что мы можем выделять участки генов, которые отвечают за хозяйственно-ценные признаки. То есть это значительно будет сокращать период селекции. Сирот у денег урочистых асходу – представники у всех поколений. Люди, чей працовный стаж, перевышая половы ста годя, из усим молодых специалисты. Их стаж часто вылечается всего неколькими годами. Разом с тем, у всех присутствующих есть огульные, а это люди працы, а до каких залежит экономичная и харчовая безопасность краины. Да, урочистых асходу, геновая профсоюза, подрабатывали вот такие стенды. На каждом люди, якими может гонориться гомельская область, кавалеры державных у Сахарот, лауреаты специальных премий президента Республики Беларусь, перамостных конкурсов профессионального мастерства, спортсмены, и это далеко не все наши знакомитые, как представить у всех в этом фойе, просто не купить места. Занесение на дужку гонору перамостного областного споборництва в сфере социально-экономичного развития, экономии палевно-энергетичных и материальных ресурсов примирховали до свято працы. Уречте, в основе этого дня, основной житевой каштовности, мир и праца, ясчей две обовязковые умовы, эти дозволяют выражать любые задачи, сгода и взаиморазумения у громадской, что-то не посреди на самих задачах, керод самых головных, годная зарплата и оборонный интерес у працующих, причем это не только махчимость для уходкования непрацующих, а и гаранты стабильности для занятых у экономицы. Просим включать калитин договора необходимые пункты для улучшения положения работников на предприятии. Один из таких пунктов, который мы бы хотели видеть, это продление на максимально возможный срок контрактов при условии отсутствия дисциплинарного взыскания у работника во время его работы. Как подходит срок заключения нового контракта, нет дисциплинарного взыскания, значит, возможно заключить максимально возможный срок контракта. Это была бы гарантия для работников о том, что он работает, знает, что с ним продлится контракт и может строить свои далеко идущие планы, по крайней мере, в связи с этим пунктом коллективного договора.